добрый вечер приветствую всех на волосит онлайн и сегодня все как и обычно по традиции рассмотрим s&p с x dax rts несколько валют том числе и рубль вместе со спотом также новости какие нас ожидают на следующей неделе в общем лето как и предполагалось достаточно такое флэтовая без подвижных динамик особенно если я так поясом пересуждаем на некоторых инструментах все по-прежнему сохраняется волатильность но по ликвидности даже видно что на рынках затишье и так на этой неделе первое что стоит отметить и обязательно это нужно учитывать в дальнейших своих размышлениях по поводу финансовых рынков это понижение процентной ставки на этой неделе такого государства как британия ну собственно brexit занятия не дешевая поэтому я вполне ожидал что они понизят ее не в этот раз так следующий точно вот так также япония тоже вводит достаточно мягкие мягкие смягчительные меры для экономики странным образом достаточно такие крупные державы такой примитивный метод спасения экономики применяют никаких новшеств ну да ладно так значит по новостям понедельник сальдо торгового баланса по китаю страна за счет этого и живет поэтому торговый баланс нужно мониторить процентная ставка вернее решение в процентной ставки индия вторник 9 августа в 8.30 утра пока 6.5 процентов ждут без изменений и в 11.30 по британии объем производства в обрабатывающей промышленности среду как обычно запасы сырой нефти у них раз в неделю они очень сильно меняются вот поэтому у нас 30 среду может быть волатильность на российском рынке в пятницу 12 августа по германии ввп завтра квартал и объем промышленного производства по китаю из важных по штатам но собственно петролиум в среду и жилы слэмс на открытии биржи в четверг ну и открытие будет таким тоже с хорошими индексами важнее скими 8.30 в пятницу вот в принципе понедельник вторник будет более менее спокойный я думаю даже среда петролиум уже понятно уже все с ним поэтому сильно много он волну не создаст огромную вот понижение процентной ставки британии это вот самое ну и вместе с японии собственно все крупные страны сидят на нулевых практически процентных ставках отчетный период по штатам завершился достаточно так с вопросом по многим позициям в отчетности вот достаточно таки в значение близки к прошлым то есть нельзя сказать сильный негатив но и в позитивом это особо не назовешь так ну сейчас вы видите таблицу рейтинг за на текущую часть контракта это по снп причем по снп достаточно так неплохой список трейдеров участвует принимает участие показывает свою доходность порядка 50 и 60 трейдеров по валютному фьючерсу на пару евро доллар люк строник тут просто с каким-то в ней невероятным разрывов просто оторвался ну так существенно и серийность вот 35 позиций из 36 плюсовой давайте посмотрим что же там было мясо ну стал интересным отличная серийность чтобы все так могли одна всего лишь ух ты миллиардами так тысяч контрактов на еврике прям в стакане зайдут без проблем стакан даже даже не заметит такую сумму точно особенно на открытие европейской сессии для чего такие огромные не понимаю так старички дизель жить и 25 радует пират big как и обещал будет в десятке пока вот обещание сдержала это хорошо а у андре x вообще просто это волшебная торговля никаких промашек надеюсь здесь будет получше будет на что посмотреть ну тут ближе к реальности одна сделка 2 в день это нормально более-менее правда такие коротенькие ну зато не страшно так это по еврику по российскому рынку тоже неплохие есть результаты у ребят go golem бостон тоже отличная серийность 60 из 100 четко тарус новый трейдер зам агран 1020 старичок хороший серийность кстати это порт с с вики и опять же дизель ну в общем зарекомендовал уже себя и xs есть даже мишка мед в продаже все те же есть правда новые трейдеры это очень радует я думаю в сентябре прибудет еще с отпуском с отдыха прибавится участников будет интересно наблюдать за талантливыми ребятами трейдерами и девушками кстати они здесь есть вот хелен допустим отличная серийность 16 сделок 11 яблочком миша занял по рублю и не отдает никому второе место старичок финн тоже очень четко работает серий серийность не важенская но если есть так есть собор фон в общем приятно конечно что в первой двадцатке очень часто одни и те же ребята значит пока мастерство не никуда не делась так ну начнем с сантим и так вот этот флэт который это особо не радовал объемом вот буквально поднялся уровень ликвидности на прошлой неделе и первое трое вине до 1 2 числа была ликвидность даже некоторые решили что это уже начинается армагеддон но не тут то было под этот весь армагеддон как раз британия понижает процентную ставку а это еще один такой приплыв огромного количества более дешевых денег ну и собственно куда их девать все 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 в акции все в токсичные какие-нибудь вещи высокодоходные выделим этот коридор по снп он сейчас значимый и очень 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 нужно за ним мониторить сейчас они как раз вышли за 2167 соответственно после такого тренда весной продолжается динамика и вот летом пришлось им месяц немножко постоять в коридоре ну посмотрим как пробьют максимальную цену 2176 ну похоже что это им не особо трудно дается хотя ликвидность как видите со среды только только идет на снижение не прибавляется так поддержку которая все-таки себя уже зарекомендовала 43 48 принципе ожидаемо было либо на этой поддержке в забрать либо уже на вот этом уровне пока еще сценарий что будут тянуть рост до выборов президента пока все идет по сценарию также не маловажное ядро 2077 2097 тут тоже можно ставить смело маркировку поддержка и как один из значимых уровней значит на ориентирую здесь как будет понедельник плясать с 2776 если мне удастся сегодня расширить максимум но с таким уровнем ликвидности как вчера и как сегодня значит так слабенько идут вполне может и не получится пройти за 80 возврат до массива и в понедельник вторник смотрим как у них удается это все держать на этом уровне соответственно атака 48 43 пробития уже с покупками лучше повременить то есть можно даже alert ставить на 42 только пробивает этот уровень уже какие-то агрессоры начинают расширять котировочку али сбрасывать покупочки а вот собственно по открытому интересу можно понаблюдать вчера и сегодня идет сброс то есть эти две сессии растут на совсем не на открытии позиции а вот эти две ликвидные 2 числа особенно здесь как раз немножко прибавилось оборотов но незначительно относительно всего контракта открытый интерес еще не критически падает поэтому это еще не признак армагеддона сбрасывают так как максимум контракта да и август уже ребята осталось буквально три-четыре недели до завершения сентябрьского контракта там же и осень так дельта по сессиям суммарно за день весь 3 4 5 числа контроль за байерами хоть там и падает открытый интерес но здесь три дня идут агрессор на покупку еще такой же был неплохой целых пять дней контроль за барами 6 по 11 как раз 20 80 стартовали и вот на этой неделе похоже что второго числа скинули всех байеров кого могли по стопам вот этим маневром до 44 и теперь вот идут на север давайте посмотрим какие уровни были наиболее интересные а да да забыл забыл спасибо что напомнили да не только процентную ставку но еще еще жестче начали печатать в общем фунт и стерлинги чтобы надеюсь не к войне готовится так вот собственно эти три сессии и активность байеров балан 20 20 22 26 60 по 62 с копейками и вот видим мы здесь прям на